Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире передачи беседы с Батюшкой. И у нас, как всегда в этот вечер, в гостях протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Батюшка, ну вот хотелось бы начать с такого вопроса. Сегодня мы празднуем память Святых Отцов Седьмого Вселенского Собора, утвердившего почитание святых икон. Хотя вот протестанты утверждают, что мы поклоняемся идолам. Но для нас икона действительно свята. Трудно себе представить православный храм или квартиру верующего человека без икон. Вот почему это важно? Ведь можно же действительно молиться там, где нет икон. Молитва, наверное, будет ничем не хуже молитвы перед иконой. Почему они важны все-таки для нас в жизни? Ну, об этом говорит опыт молитвы в церкви. Потому что изображения священные известны с конца первого века. В катакомбах. Поэтому как-то это такая церковная традиция. Да и в Ветхом Завете были изображения священные. Хотя тогда мир был языческий. И к кумирам откровение Божие определенным образом относилось. И тем не менее было попущенным Господом, чтобы изображения херувимов были на ковчеге. И в храме Соломоновым были украшения. И вот поэтому это, с одной стороны, традиционно. Конечно, можно молиться и без иконы. Люди молились, находясь в тюрьме или в лагере. Иконы, понятное дело, отбирались. И литургии служили на ягодном соке, а не на вине. Ну, всякие бывают экстремальные обстоятельства. Потому что поклонение христиан не иконе, а тому, кто на ней изображен. Это так просто вообще понять. Это прекрасно объяснено в книгах Иоанна Дамаскина, преподобного отца нашего. Как раз жившего в этот период, который писал в защиту икон. И поэтому тут речь идет о некоторой такой недостаточной грамотности. Ну, а потом, собственно, совсем не все протестанты. Вот я, например, имел возможность наблюдать. Вот к нам ходил в храм в течение года, американец или таранин. Он потом стал прикладываться к иконам. Как-то для него это стало вполне органично. Я увидел его такое рвение, даже ему подарил. Просто очень часто люди обвиняют церковь в чем-то, не понимая сути вещей. Очень часто это делают люди неверующие, ну, просто не знающие откровения Божия. Вот у них какое-то есть, собственно, личное представление о том, каким должно быть христианство. И предъявляется претензия. Потому что там иконы – это идолы. Ну, я могу что сказать. Такое выражение – это есть чушь собачья. Дальше будем полемизировать или нет? Если будем полемизировать, ну, тогда-то прочти книжки. Очень древние, когда не только нас на свете, а никакого протестантизма не было восьмого века. И давай тогда это будем обсуждать. На чем это основано? Ну, именно на вочеловечении Христа Спасителя. Потому что в иконе есть также две сущности. Одна – материальная, дерево краски, а вторая – духовная. Мы рассматриваем, как некое окно в мир невидимый. Икона – есть изображение невидимого мира. Это есть опора для нашей немощной веры. Можно жить без фотографий своих детей, своих родителей. Можно. А можно жить без двери и без крыши. Второе – одеялку купил, и пусть оно дует. И все. А если уж очень дует, этой же одеялкой окно заколотил. Можно? Можно. Все можно. Можно и без хлеба. Можно и без мяса. Какое-то время даже без воды можно. Непонятно зачем. Если мы поклоняемся не дереву краски, а мы поклоняемся изображенному Спасителю нашему и святым угодникам Божьим, которые были носителями благодати Святого Духа. Мы поклоняемся Святому Духу в них. Что нам теперь Святой Троице не поклоняться? Спасибо, батюшка. У нас первый вопрос есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Виктор из Кировской области. Ответьте, пожалуйста, батюшка, на такой вопрос. В жизни каждого человека есть скорби, и нет такого человека, в мире у которого бы их не было. Почему одних людей эти скорби приводят к Богу, а других наоборот даже встречают и озлобляют? Ну, вообще-то, такое отношение не только у человека к скорбям. Какое-то количество людей, в основном молодых, готово умирать за футбольную игру. А есть, вот я, например, но меня это совершенно не волнует. Когда по телевизору в новостях начинается спорт, я сразу уже выключаю. У меня абсолютно не интересно, кто с кем сыграл там. Итог интересен. То есть, вот, какое место мы на Олимпиаде заняли, это косвенные свидетельства, ну, как бы, ну, того, что происходит у нас в стране. С этой точки зрения это интересно. Так что не только к скорбям. Вот мой, например, младший брат с детства не любит мясо. Просто вот не ест. Ну, вот, такие вещи бывают. Поэтому на скорби разная реакция. И потом, конечно, каждая душа по природе своей христианка. У христиан особенное отношение к скорбям. Мы должны радоваться, когда нас посещают различные искушения. А скорбь – это самый главный наш экзамен. Вот. Но степень нашей христианскости, она разная. Бывает, нас это чуть-чуть коснулось. А бывает наоборот. Потом это зависит от состояния души человека. Чем больше гордость в человеке, тем больше неприятие скорбей. Чем больше человек строптив, как в Писании сказано, ему посылаются пути стропотные. Почему? Потому что Богу угодно всех спасти. Спасти можно только благодатью. Благодать может быть преподана только смиренному. Поэтому Богу угодно все время горделивых людей смирять. И чем больше гордость, тем больше противление скорбям. А чем менее захватила гордость сердца человека, тем он к скорбям относится с терпением, с благодушием, с согласием. Простите, тут у нас есть звонок, но я буквально небольшой вопрос в продолжение. Супруга не может до конца уверовать в Бога, потому что ее мама умерла от рака два года назад. Она не понимает, почему невинные люди должны страдать. Как ей объяснить, что Господь попустил болезнь и смерть мамы для ее пользы? Никак. Это вопрос веры. То есть здесь только если человек как бы сам обратится к Богу. Ну да, потому что от них смерть близкого приводит в храм. Сегодня вот одна женщина пришла, у нее сын умер. И вот она, говорит, пришла в храм. Первый раз. Мы с ней так очень хорошо поговорили. Я книжечку подарил. Видно, Бог уже испытал много средств, чтобы ее позвать, привезти. Да. И вот никак. Ну вот, поэтому, что же. И потом, меня всегда как-то некоторым образом настораживает слово невинное. Невинное в чем? В том, что не ограбило аптеку? Ну, ладно. Но, нет, я не встречал человека, которого никогда ни разу в жизни не позавидовал, например. А зависть – это смертный грех. Вот тебе и здрасте. Я уж не говорю, что есть просто заповеди, которые человек нарушает. Потому что у большинства людей, ну, какое-то свое представление. То есть, если я грешу, то это вот как бы ничего. А вот если кто-то, это уже, значит, очень плохо. Даже если грех один и тот же. Но себя мы быстрее прощаем, чем кому-либо. Ну, это само собой. Но даже вот один и тот же грех, он в другом возмущает, а к себе, ну, подумаешь, мелочи. У нас есть вопрос, давайте ответим. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте, Батюшка. Очень счастлива, что вам дозвонилась, наконец-то. У меня будет два вопроса. Один самый главный – это то, что я на данный момент болею, болею пуберкулёнку. Болезина достаточно заразная. И сейчас просто очень хочется покаяться и причаститься. А поскольку в церковь я не могу сходить, как быть мне вот в этом положении? Нужно позвонить по телефону в ближайший храм и позвать священника, и он придёт и вас причастит. Второй вопрос. То есть, маточки, всё как. Там я знаю, что всё равно причастие, всё равно надо и поститься, и на судьбу ходить. То есть, какие-то вот... Хорошо. Представим себе человек, у которого нет ног. Как он может ходить в церковь? Что же ему теперь не причащаться? Я 10 лет ходил в больницу для больных, психических людей, хронически. Их вообще оттуда не выпускают. Вот придёшь, соберёшь и всех, всех причастишь. Ну, кто желает, конечно. Желающих до 40 человек за раз образовывалось. Начал с одной такой женщины. Вот. А потом уже остальные подстроились. Практически всё отделение. И что? Конечно, может быть, мы доживём до такого времени, когда в каждой больнице будет храм. Но бывает так, что и из отделения не могут человека выпустить. Что ж, ему теперь не причащаться. Поэтому для здорового человека, конечно, желательно и фрам прийти, да ещё на всеночную. А для человека тяжелобольного всяческое оказывается снисхождение. А второй вопрос какой ваш? Всё же отключилось? Ну, ладно. Пойдём дальше. Да, батюшка. Вот у нас такой вопрос. Мы верим, что Христос спаситель. А объясните, пожалуйста, если можно, механизм спасения. Ну, только что объяснил. Скорбие, смирение? Нет. Благодать. Благодать спасает. Но путь к этой благодати... А путь к благодати разный. Через молитву. Есть четыре источника благодати Божией для человека. Первое – это священное писание и предание церкви. Человек получает. Читает писание – это обращение к нему Бога. Он это усваивает. Второе – молитва. Когда человек молится, то он может молиться только по благодати. Благодать Божия к нему приходит. Третье – таинство церкви. Покаяние – святое причащение. Ну, и каждое таинство. Таинство брака. Тоже благодать. Это совершает это таинство. Вот. И четвертое – это добрые дела человека. Милостыня. Да. Вот это – эти источники, из которых человек черпает эту благодать. Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Как-то не сразу откликается. Давай дальше тогда пойдем. Господь говорит, отвергни себя и следуй за Мною. Когда человек уходит в монастырь, это понятно. А в чем и какова должна быть мера отрешения для мирского человека? Ну, практически такая же. Потому что отречение от мира – это не значит отречение от жизни, которая на земле. Это неправильно. Имеется в виду мир твоих страстей. Поэтому каждый христианин, он к этому призван. Отвергни себя – это отвернуться своих страстей, значит. Вот как раз следующий вопрос. А как побороть в себе страсти? Сказано – отвергнись. Но они держат, как на цепи. Как их отвергнуться? Ну, нужно стремиться поступать против страсти. Если обуревать гордость, то надо смиряться. Если обуревать тщеславие, нужно молчать и со скромностью терпеть. Если обуревать чревоугодие, нужно ограничивать себя в еде. Если обуревать болтливость, нужно полностью закрыть рот. Тренироваться несколько лет в молчании. Ну, только отвечать на вопрос. А если первым что-то говорить, то только «Здравствуйте», «До свидания», «Спокойной ночи» и «Спасибо». А все остальное только в ответ. И ответ должен всегда быть вдвое короче, чем сам вопрос. Если сребролюбие надо побеждать, то щедрость. И так во всем. Это очень трудно. Никто не спорит. Но зато Господь, видя наше усердие, Он пошлет благодать. Потому что Бог есть источник благодати. И она исцелит эту страсть. Спасибо, батюшка. У нас Кемеровская область. Вопрос есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. Я бы такой вопрос хотела задать. Вернее, мне моя дочка задала вопрос, а я на него и не смогла ответить. Так как я ответила, она мне сказала неубедительно. А вопрос вот такой. Если в настоящее время старцы, народные целители и блаженные, и чем они отличаются от экстрасенсов, знахарей и старцев? Насчет старцев, есть отец Кирилл в Лавре. Но сейчас он уже не принимает народу по причине своей болезни. Насчет целителей, это ничем не отличается от всяких знахарей. Это все люди двух сортов. Либо такие жулики, либо люди, которые с помощью бесовской силы орудуют. Но так как бесовская сила популярна только в молодежной среде, до 18 лет, то они обычно маскируются под благодатные силы. Начинают иконы вешать, еще кресты на себе и так далее. Хотя сами занимаются магией. И это существует, всегда существовало. Но раньше государство всегда с этим боролось. Даже в Европе там просто сжигали на кострах таких людей. У нас такого не было. Но у нас и не было так это распространено. Но сейчас, правда, один человек в Думе нашей возбудил такое движение, чтобы это вообще запретить. Ну, я, так сказать, это, конечно, приветствую. Но не знаю, удастся ли это запретить. Потому что они настолько богатые, что целые передачи устраивают бесконечные для рекламы своей деятельности. Иногда ежедневные. И не только по какому-то РЕН-ТВ, а даже по Первому каналу. Помните, была ежедневная передача «Малахов плюс». Вот Малахов – это типичный такой, ну, вредитель. Вот. Вот такие есть. А убедить, не убедить ли – это же вопрос веры. Два человека. Допустим, священник и какой-нибудь там кинорежиссер. Священник говорит – это бесовщина. А режиссер скажет – то, что сказал священник – это мракобесие. Кому веришь? Каждый сам человек выбирает, кому ему верить. Верить церкви, верить родной матери или верить тем людям, которые всякое бесовство проповедуют. Это происходит по вкусу. Потому что одному человеку ближе по вкусу благодать Божия. А другому – всякая бесовщина. Тут уж человек сам выбирает. И какую музыку ему слушать. И какие собрания посещать. Недаром говорят – скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если твой друг бесноватый, то, значит, у тебя тоже есть определенная склонность к беснованию. Но вот говорят, ну они же помогают, реально. Человек приходит и получает или ответы на свои вопросы, или даже исцеление от своей болезни. Неужели бесовская сила способна исцелять? Сколько угодно. Потому что для беса очень важно завладеть душой человека. Ее прикупить. А все же помешаны на здоровье. Самый лучший способ. Поэтому лечат и шарлатаны. Потому что по вере человекам очень часто может пройти исцеление. А может и от бесовской силы. И это что, что-нибудь меняет? Да лучше умереть в муках, чем от беса получить исцеление. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер. Опять никак. Добрый вечер, батюшка. Это Волгоград вас беспокоит. Вот такие вот... Что, прям весь Волгоград нас обеспокоил? Мы очень хорошо вас слышим. Ага. Ну вот такой первый вопрос. Вот мне все-таки интересно. Ага, ладно. Слушаем вас. Интересно. Вот где находится разум у нас на обеденный день? В душе и в сердце где он находится? В сердце. Вот первый вопрос. Вот я считал, у Войны Екинецкого будет сказано, что в душе. А свидетель Игнатий говорит, что в сердце. Да, стоп, 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 стоп. Вот я задам вам вопрос. А где душа-то? Вы меня слышите? Наверное, в сердце. Ну так и все. Естественно. Ну, представим себе. Есть яблоко. И я его кладу в ведро. И спрашиваю. Яблочное семечко где находится? Один скажет, в ведре и прав. А другой скажет, в яблоке. И тоже прав. Душа-то в сердце. Поэтому сказать в сердце или сказать в душе, это абсолютно одинаково. Вы сами-то не понимаете, что ли? А? Значит, она находится в сердце или в душе, да? Да, правильно. Так что и святитель Лука, и святитель Игнатий сказали одно и то же. Просто немножко разными словами. Короткий вопрос. Вот мне скажите, пожалуйста, что такое психика? Вот не могу я это понять. Где она находится? Что за психика? Психика – это общепринятое название души человека медицинское. Медицинское. Потому что психи, по-гречески, это душа. Поэтому все, что относится к душе, к душевным заболеваниям, то врачи именуют по-гречески психика. А если будем говорить по-русски, будем говорить душевно больной человек, душевное заболевание и так далее. Можно и по-русски. Но вот мы знаем, что страсть, она исцеляется покаянием, обращением к Богу, молитвой. А есть же такие болезни, которые требуют медицинского вмешательства. Это вот, значит, есть разница между ними? Хотя и то, и другое находится в душе человека. Это просто связано. Это очень связано. Есть такие повреждения человека органические. Бывают механические. Вот, например, самый такой простой. Вот забиваю гвоздь и ударил по пальцу. Пальц молчит. А гортань, язык, легкие орут. Ум ругается. Или наоборот, Господи помилуй. Все участвует. И душа, и ум, и язык, и легкие, которые кричат. И связки. Хотя ударят по пальцам. Все связано. У нас есть вопросы, Борис. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. А какое, по-вашему, наказание заслужено? Уже, наверное, отключилось. Да, Бачка. Ну, понимаете, сколько людей, столько и мнений. Поэтому, я думаю, трудно будет установить какое-то наказание, которое устроило бы всех. Для этого существует суд. Другой процедуры, как-то законной, нет. Поэтому так и так. И мы на это никак не можем повлиять. Батюшка, позвольте, в Патерике я такой рассказ прочитал. Однажды, одному монаху сказали о грехе другого монаха. И он сказал, да, он заслуживает наказания. И вот ночью вдруг ему является ангел с душой того монаха. Тот умер и говорит, вот тебе душа. Ты говорил про наказание, но вынеси ему теперь наказание. Какое? Этот старец проснулся в ужасе. И до конца своих дней каялся вот в своем таком неразумии. Кто я, чтобы выносить наказание или суд кому-то другому? Ну да, это очень непросто на самом деле. Поэтому вот как нам определить, кто что заслуживает? Нет, нам нет. Но есть же люди, которые этим профессионально занимаются. Ну вот звонок, он говорит о том, что эта женщина очень сожалеет, что наказание... Ну ей кажется, недостаточно. Да, недостаточно. Ну а судья сочла, что вот это минимальное наказание. А одну из них осудили, потому что она не успела даже поучаствовать. Всегда же даже вот, ну например, драка, а в драке убили человека. Всегда даже рассматривали, а кто нанес смертельный удар, хотя лупили все. И всегда, кто просто дрался, дают там лет пять. А кто ударил уже смертельно, тому восемь. Это разубийство. Человеку у нас восемь лет. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер. Что-то никак. Как-то очень долго доходим, да. Да, слушаем вас. Что-что? Вопрос можно задать? Нет, нельзя. Мы никому не разрешаем задавать вопросы. Просто помолчим и разойдемся. Не хочет никак. Алло! Не проходит. Да, алло! Да что, Алло, мы вас слышим. У меня брат покончил жизнь самоубийством. Значит, могу ли я поставить ему памятник? У него сейчас стоит крест. Жена говорит, что нельзя. Ответь, пожалуйста. Ну, а жена-то у вас при какой должности-то? Заведущий кладбищем? Или как она? Чем занимается? Просто. Да, в принципе, не зря. А почему нельзя-то? Причина в чем? Ну, потому что он якобы жизнь покончил самоубийством. Жизнь покончил... Самоубийством покончил уже. Да я-то слышал. Но если человек покончил жизнь самоубийством, им крест не ставит, а памятник-то почему нельзя поставить-то? Нет, крест стоит. А памятник я могу поставить? Я говорю, крест нельзя ставить, а памятник можно. Все перепутали. Хорошо, спасибо. Почему блуд является смертным грехом? Если мужчина и женщина свободны, почему их сожительство грех? Ведь они никого не предали. Грех – это не только предательство. Грехов существует, ну, миллионы. Разных грехов, чуток, обязательно предательство. Просто это связано с тем, что нас Бог создал для брака. Этим мы отличаемся от животных, у которых нет брака. Если человек теряет человеческие свои свойства, то он спускается в животный мир. А Богу угодно, чтобы мы поднимались в мир ангельский. Вот, собственно, и все. Грех в том, что мы нарушаем предназначение данного человека Бога. Ну да, вот когда человек ведет себя как животное, мы говорим, вот скотина. И нам не хочется, например, чтобы наши дети или внуки вели себя как скотина. Не хочется. Это естественно. Но в это входит все. И разум, и слово, и религия, и совесть, и брак. Вот, допустим, человек не только вот соединяется с другим человеком, не в браке. А то он поступает как животное. А если человек потерял совесть, ну разве у животного может быть совесть? Да нет. Спокойно. И так же человек, потерявший религию, он с этим теряет и совесть обязательно. Потому что откуда совесть, если нет религии? Остается только выгодно. Выгодно, невыгодно. А если человек теряет разум? Ну, он совсем как животное. Или разговаривает только там на одном мате. Тридцать слов. И обезьяна может выучить тридцать слов. Вполне на уровне обезьяны скатился. Поэтому любая потеря из этих свойств человека, она его приводит в состояние животного. Что понятно, Богу не угодно. У нас есть вопрос, батюшка, спасибо. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Мое, вот это, которое мне все равно. Добрый вечер. Будьте любят, батюшка, пусть нам мой вопрос задаст девушка, которая его приняла по некоторым обстоятельствам. Я думаю, это легко у вас сделать в студии, правильно? Не понял вопроса. Ну, что вы не поняли, ребята? Ну, просто я говорю, вопрос я задал девушку. Девушка сидит рядом с вами. Вот она и пусть его скажет батюшкой. А я что, против, что ли? Ну, ты что против, ну. Батюшка, девушка есть? Не знаю, не видать. Ну, тогда пойдем дальше. Пойдем. Очень хочу помогать бедным людям. Является ли грехом сребролюбия желание побольше зарабатывать? Смотря какой мотив. Ну, вот начинает с того, что хотел помогать бедным. Чего-то не верится. Не бывает так. Ну, может быть, на каждый миллион и найдется по полчеловека. Но не это главный мотив. Как бы человек не был беден, он всегда может помогать бедным. Потому что есть всегда беднее. Поэтому какое ограничение? Цель же помощи бедным не то, что вот всех. Или может человек так много заработать, что накормить всех бедных. Нет? Нет. А тогда какая разница? Ну, всех, наверное, и цели такой не стоит. Хотя бы тех, кто вокруг тебя. Ну, нет. По-моему, этот человек хочет, как бы, найти оправдание, самостремлить. То есть, в любом желании иметь побольше, есть всегда этот грех сребролюбия? Думаю, да. Спасибо, батюшка. Нет, а потом сребролюбие, ты знаешь, есть у всех. Просто степень разная. Поэтому некто, может быть, по сравнению с другим, очень не сребролюбив. Но если посмотреть на него одного... В Евангелии встречаются моменты, когда Иисус Христос гневался, например, в храме на продающих. Но мы знаем, что Господь безгрешен. Значит, может быть, гнев не во грех. А в нашей жизни может быть гнев праведным. У человека так не может быть. Он всегда окрашен страстью. Хотя, в принципе, это как бы теоретически возможно. Но все равно наша страстность, она примешивается. Но вот часто люди гневаются на себя даже за совершенный какой-то грех. Это все равно? Нет. Это другое совсем. Это для этого и существует наше свойство, дающее нам возможность гневаться. Такое качество души. Когда гнев направлен на грех и на самого себя согрешившего. То есть это уже совсем другое. Ну да. Это правильное направление гнева. Гнев должен быть в каждом человеке. Он есть. Но он должен быть направлен на дьявола, на его ангелов, на самого себя и на грех, которым человек согрешил. Спасибо. У нас есть вопрос. Алло, слушаем вас. Батюшка, добрый вечер. Добрый. Это с Брестской области, из республики Беларусь вас беспокоят. Очень приятно. Вот у меня такой вопрос к вам. Я человек верующий и хожу к исповеди. Но вот я часто задумываюсь над таким вопросом, почему даже истинно верующие люди но почему-то они держатся все за земную жизнь, а в загробный мир почему-то не спешат. Ну а зачем спешить? Вообще спешить никуда не надо. Всему свое время. Потом жизнь так быстро проходит, что без всякой спешки все равно мы туда придем. Поэтому, что не спешат, мне кажется, это правильно. Ну вот старенькие частенько говорят, ну почему меня Господь не заберет? Ну это бывает, что человек просто устает. Так что вот все-таки спешат. Да, я обычно... Ну бывает, но все-таки это уж когда за 80. Потому что, что сверх 80, то труд и болезнь. Каждый шаг, каждый день он дается с большим трудом. Это как в сборе урожая. Поспешишь снять раньше времени яблоки, а они зеленые. И что с ними делать? Не знаю, что. Так и человек. Пусть созреет. А уж Господь сорвет, когда будет нужно. Конечно. Часто к концу дня накапливается в душе раздражение и недовольство. Приходит время вечернего правила, а в душе мира нет. Могу ли я в таком состоянии молиться, или моя молитва будет неугодна Богу? Ну, можно выпить святой водички, посидеть, успокоиться и не спеша во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Она молитва, она еще и успокоится. Спасибо, батюшка. Свердловская область у нас на проводе. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я хотел вот такой вопрос задать. Из вашего личного опыта, из опыта ваших знакомых, в каком молитве нужно произнести при сильной боли или высокой температуре, когда трудно терпеть боль? И как молиться вообще? Молиться очень просто. Вот так надо. Господи, помилуй. Вот из моего личного опыта это самое молиться. удобное. Во-первых, слова не забудешь. Во-вторых, она понятна. В-третьих, она чаще всего в церкви звучит. Поэтому это самое главное молитву Господи помилуй. Главное только от всей души, чтобы отлить. Ну, к сожалению, не все люди понимают, что только от всей души. И даже мы выяснили, у некоторых проблема с тем, а где она есть. Вот. Вот. Ну, вот, если человек как-то вот сумеется понять, что такое Господи помилуй, то это помогает при всяких болях, при страхах. Вот, батька, мне как-то один раз задали вопрос, почему в храме иногда читают аж сорок раз подряд Господи помилуй. Зачем это нужно? Я вот как-то не нашелся ответить. Ну, кроме как традиция или такой вот чин. Дело вот в чем, что еще в глубокой древности люди уже познали краткое молитвословие. Еще когда не было у нас такого развитого богослужения и молились краткими молитвами. Потом самой такой распространенной молитвой стала молитва Иисусова. А Господи помилуй, это и есть самый краткий вариант молитвы Иисусовой. И поэтому молитву Иисусова всегда читали по многу раз. Знак того, что много, это число сорок. Поэтому оно так отличается от всех. Двадцать, тридцать, пять, десять, шесть, десять, а сорок, оно даже на звук совсем другое. особо сделано, что это много. Поэтому это напоминает о том, что это главная молитва. Ее читают всегда, но не меньше трех раз. Для чего? Чтобы настроиться. Обычный человек, чтобы ему войти, так сказать, в молитву стоять. Нужно несколько раз ее прочесть. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Тольятти, Самарская область, беспокойка Сергея меня два. У меня такой вопрос, батюшка. Вот я крестил девочку, да, мне было одиннадцать лет. Так как не было мужчин, взяли меня. Я считаю крестным отцом. И потом, я буду ответственным за нее, потому что мы в разных республиках жили. И я ее воспитывать не мог. И по сей день я не встречаюсь с ней. Это уже прошло где-то 45 лет. Но может вам ей написать письмо или позвонить, если сможете узнать телефон. Здравствуй, дорогая, так и так, я твой крестный, прости меня нерадивого, что я наконец о тебе вспомнил, как ты поживаешь, веришь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа, посещаешь ли храм и так далее. Так как мы жили в разных местах, я не мог заняться твоим воспитанием. А так как я чувствую ответственность за тебя, вот решил позвонить одному батюшке на телеканал Союз, он мне посоветовал с тобой наладить контакт. И если тебе нужна какая-то моя запоздала помощь, может тебе в чем-то помочь. Вот я так советую. Ну если есть куда писать или звонить. А если нет? Вот он и спрашивает. Она нет-то. Какую я ответственность потом буду перед Богом? Ну посмотрим. Раз он этим озаботился, он уже чувствует ответственность, поэтому надо это озабоченность реализовать. Потому что если бы он не чувствовал ответственности, он бы и не звонил. Арзамас у нас проводе. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер что. Стоишь так пум 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 а грани никакой нет. До тех пор пока Господь не остановит это скажет ну все тебе хватит. Будешь так попеременно. по возможности. Очень всегда стремится к тому чтобы люди о нем были хорошего мнения. И вот так выстраивается поведение. А лучше не казаться а быть. Одна раба Божия говорит пока одна все понимаю как попадая в коллектив вот что-то прямо из меня начинает выпирать. Я не могу удержать это. Я начинаю с этим любезничать с этим ну одним словом из человека это страсть выпирает. Нет я понимаю. И вот обуздать ее в этот момент нет никаких сил. Начать с того чтобы хотя молчать. Самый простой выход. Помолчишь и за умного сойдешь. Мы веруем воедино святую соборную апостольскую церковь. Но сейчас церквей много. Как это возможно? Не противоречит ли это символу веры? Противоречит. И мы веруем только в ту которой принадлежим. Ну почему? Есть люди которые и принадлежат и не веруют такое тоже бывает. Но вот даже православных церквей их много. Но она все равно едина. Хотя вот мы именуем русская православная церковь, греческая. это материя. конечно мы же вместе причащаемся и у нас у всех законная иерархия. Но если человек уходит в раскол то он уже отпадает от церкви. А некоторые настолько неграмотно что не понимают этого. Все едино. А у них иконы такие же и книжки такие же и крестятся они как мы. в чем разница? В чем разница? Что помимо внешнего есть еще внутреннее. Вот очень многие замуж выходят за внешность. А через месяц уже подают заявление о разводе. А я не знала что он оказался там. Смотреть надо не на внешность а на внутренность. посещение театра это праздное время провождения все-таки он дает какой-то такой духовный или душевный заряд. Нет это только в виде как отдых конечно праздное. Такое необязательное скажем. Не обязательно. Я бы даже сказал вредно. В чем его вред? В чем вред? Ну первый вред очень незначительное число спектаклей хороши по своей литературной части по текстам. Второе как правило плохая режиссура. Третье отвратительная актерская игра. Просто отвратительная. Четвертое сценография ужасна. Просто мало интересна и сплошное дурновкусие. Как правило. За редким исключением. Вот. И идейная нагрузка тоже какая-то она уж ничтожна. Поэтому очень редко мы можем встретить в театре что-то разумное, доброе, вечное. Ну и сама жизнь актеров она ужасна. Вот сословие тех людей, которые служат в театре, они никак не могут быть ну каким-то нравственным таким идеалом. А это же все отражается и на игре, и в выражении лиц. Ну и потом каждый тебе театральный театральный деятель скажет, любой театр это гадюшник. Ну вот это гадство, которое у них внутри, коллектива, в душе, это все выплескивается же на зрителя. Да еще в такой форме закамуфлировано. Иногда человек начинает играть ну какого-то персонажа, как у нас в советские времена принято положительного и морочит на зрителю голову. Сам будучи человеком отвратительным, он играет человека положительного. То есть вообще вносит путаницу. Поэтому это весьма и весьма как правило редкие бывают слава Богу исключения. Спасибо батюшка, пора нам прощаться. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. Напоминаю, что вы можете их присылать к нам на наш сайт www.blagodreva.ru раздел к священнику и на мультиблок отца Дмитрия dimitriysmirnov.ru Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok